Ну, как работает коучинг? Давайте вот на пальцах, совершенно на пальцах я покажу принцип, как работает коучинг. Я думаю, что все знают фразу Эйнштейна о том, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникает. То есть нужно стать выше этой проблемы, подняться на следующий уровень. То есть у нас есть уровень функционирования, если мы на этом уровне функционирования мышления породили проблему, то на этом же уровне мы ее не решим. То есть подняться на какой-то другой уровень. И вот, допустим, вот это уровень нашего функционирования, а это проблема, которая появилась. Ну и исходя из фразы, где тот уровень, на котором проблемы нету? Ну и ответ, он есть где-то. И что важно? Важно, что на вот этом уровне функционирования проблемы нет, она осталась на этом. То есть на самом деле проблемы не решаются. Мы просто поднимаемся над ними, а они остаются там. И как это использует коучинг? А так. Допустим, что вот это тот результат, к которому мы хотим прийти. Тот ИКР, тот идеальный конечный результат. Допустим, что вот это, это шаги по достижению этого результата. И в этих шагах, и допустим, мы идем, мы идем по направлению к тому, что мы хотим. И где-то в серединке у нас возникает проблема. Ну, сейчас уже жемчужина. Проблема. Но мы сейчас будем говорить о проблеме. Что происходит, когда обычно с человеком, когда он идет по пути, у него возникает проблема? Он начинает ее решать. Что происходит, когда человек вкладывает энергию в решение проблемы? Проблема начинает расти. Потому что мы своей энергией кормим эту проблему. И чем больше мы решаем проблему, тем больше мы кормим ее своей энергией. И тем она становится больше. Какой выход? Вот, исходя из предыдущего слайда, то есть существует где-то уровень функционирования нашего понимания, нашего же понимания, где этой проблемы нет. Где он? Там где результат. Там где результат. То есть уровень функционирования, когда мы достигли, дошли до результата, это же наш уровень мышления. И там мы дошли до результата. Там проблем нет, мы дошли до результата. Это просто уровень функционирования. И коучинг, что делает коучинг? Он делает одну простую вещь. Он всегда предлагает оттолкнуться мышлением не снизу, когда мы встретились с проблемой и кормим ее энергией, а выйти на мышление там, где уже проблемы нет. И отсюда посмотреть на эту проблему. И когда мы отсюда смотрим на эту проблему, с этого-то уровня функционирования, там где мы достигли результата, проблемы нет. И что происходит с проблемой? Ну, если ее нет. Ее же нет. И что происходит с нами? Мы продолжаем двигаться дальше, достигаем результата. Вопрос, который здесь буквально лежит на поверхности. Как я смогу отделить? Вот сейчас я делаю шаги по направлению к результату, или сейчас я решаю проблему? Как в жизни это разделить? Очень просто. Если вы не осознаете того результата, к которому идете, который хотите, у вас нет этого результата, все, что вы делаете, вы кормите проблему. Если вы видите и понимаете для себя, где тот самый наилучший результат ИКР, идеальный конечный результат, к которому я стремлюсь, значит, у вас идут шаги на пути. Поэтому принцип проверки очень простой. Понимаю ли я, что стоит за тем, что я делаю, где тот самый наилучший конечный результат, к которому я сейчас иду. Вот этим действием, вот этой ситуацией. И если я его осознаю, значит, я иду. Что еще здесь важно? Важно еще следующее. Наш ум, мозг так устроен, он просто так функционирует, что как только мы осознаем конечный результат, к которому мы идем, и видим себя, достигшим этого результата, радостным и счастливым там, с нашими ценностями, то способ достижения до этого результата наш мозг выдает автоматически. Каждый шаг. Так устроен мозг. И что делает коучинг? Коуч просто помогает человеку, идущему к цели, помогает понять вот этот, вот тот самый идеальный конечный результат, который у него сейчас есть. выстроить систему этих идеальных конечных результатов, понять, в какое мое предназначение, какие мои ценности, мои, только мои. А потом коуч помогает найти решение или вот понять вот эти шаги, потому что фактически он помогает одно, выстроить конечный результат, помочь его увидеть. не всегда он на поверхности. И после того, как сам человек, идущий к цели, это видит, шаги выстраиваются автоматически. Это то, как работает коучинг. И то, каким образом это происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...